Одно из самых проблемных предприятий страны, похоже, оживает скандально известный кремниевый завод в Караганде, несмотря на многомиллиардные долги, обещают реанимировать. За дело взялись после почти годичных переговоров с местными властями национальные компании. Подробности в сюжете Алисы Сдыковой. Важные гости в цехах кремниевого завода в последнее время не редкость, но, похоже, этот визит станет самым результативным. Местные власти и нацкомпании наконец договорились о реанимации производства, которое простаивало около двух лет. Теперь завод будет находиться в ведении государственной горнорудной компании «Таукен Самрук», которая обещает вложить полтора миллиарда тенге в подготовку производства к запуску. Мы взяли в управление, судебным решением отстранили от управления предыдущей менеджмента, то есть селиться в Казахстан, компания, которая должна более 500 миллионов долларов США, в том числе Банку развития и другим банкам. И в управление вступил инвестиционный фонд Казахстана как правоприемник по правам требования Банка развития. Почти весь коллектив завода, а это больше 400 человек, сокращен. Сейчас поддержанием жизнеспособности селициума занимаются 35 человек, которые на данный момент числятся сотрудниками инвестиционного фонда Казахстана. У нас сейчас с приходом инвестфонда, скажем так, люди почувствовали некоторый глоток свежего воздуха, что люди почувствовали некоторую уверенность в завтрашнем дне, что стали получать заработную плату стабильно, нормально. Многие, вот скажу так, я как мастер смены, со многими своими бывшими работниками я поддерживаю связь и многие из них готовы вернуться обратно. Своим сотрудникам Кремниевый завод задолжал около 300 миллионов тенге. Это невыплаченная зарплата и пенсионное отчисление. Всех уволенных при остановке производства местные власти трудоустроили. Теперь же руководство региона надеется вернуть этих уникальных специалистов на прежние места работы. У ни одного человека не оставили все, максимально трудоустроили тот коллектив, который был. Но те люди, они сегодня готовы после того, если мы в ближайшее время проведем все мероприятия, которые запланированы, я думаю, они готовы вернуться и дальше работать на тех рабочих местах. Новое руководство предприятия планирует сначала провести технический аудит, а уже затем начать подготовку к запуску печей. Предполагается, что Кремниевый завод вновь сможет начать свою работу в течение полугода. Алия Создыкова, Василий Савкин, Ася Тасаинов, из Карагандинской области.